Вместе с нами известный писатель Елена Лагунова. Елена, как вы оказались на этом событии? В качестве гостя. А пригласили вас? Ведомости. Медиа-холдинг «Ведомость Северо-Запад» – это такая достаточно мощная структура, которая любит объединять разных творческих, талантливых и бизнес-людей. Вот насколько для вас интересно взаимодействие с этим холдингом? Люди, которые делают свою работу честно, добросовестно, разрабатывают интересные темы, не могут не быть интересны. Их деятельность, безусловно, должна вызывать какой-то резонанс. И я и как читатель, и как человек, который так или иначе тоже формирует какую-то медийную повестку, обязательно должна здесь присутствовать. Что для вас уходящий 2023 год? Хороший был год, несмотря на то, что трудный. Вы знаете, я поняла какие-то вещи, которые раньше мне были не то что непонятны, но, может быть, не суть важны. И я поняла, что не так важно, как человек выглядит, не так важно, что человек говорит. Важно, что он делает, важно, как он живет, важно, каких людей он вокруг себя собирает, важно, какие дела он делает. То есть вот есть какая-то условная, практически виртуальная реальность, которую мы формируем показушно, в соцсетях, какими-то своими действиями, которые производятся именно на показ. А есть та реальная жизнь, которая существует независимо от вот этих вот мелких, незначительных телодвижений. Я поняла, что очень важно увидеть и понять, кто рядом со мной, что он делает, и оценить то, что он делает по достоинству. И 23-й год вам в этом помог? Да. А что ждете от 24-го? Ну, очень хочется уже мира. И, наверное, хочется спросить про интеграцию, искусство и бизнеса. Что это такое для вас, по вашим ощущениям? Ну, я, наверное, могу говорить только применительно к книжному бизнесу, к тому, в чем я разбираюсь и в чем я, собственно, присутствую. Вопрос непростой. Есть творчество, оно исходит из каких-то внутренних порывов. Есть бизнес, у которого есть свои законы, которые совершенно необходимо подчиняться, иначе ты просто не впишешься, иначе просто все твои творческие порывы окажутся лишними. Поэтому, если говорить об этом с точки зрения автора, с точки зрения творца, ну, наверное, и художники могут точно так же, как писатели, сказать, есть острая необходимость, жизненная необходимость в соблюдении баланса. Надо уметь балансировать между своими собственными хочу, между своими мечтами и стремлениями, и идеями, и той реальностью достаточно суровой, которая существует и которая вот есть собственный бизнес. Тогда будет результат. Пускай баланс будет хороший, успешный и взаимовыгодный. Ну и, наверное, просто пожелание с Новым годом всем нашим зрителям. Безусловно. Хорошего, спокойного, мирного, счастливого года. Спасибо. Спасибо.